Как продать квартиру с ипотечным долгом, если она еще строится? Если у вас еще нет права собственности и вы решили выйти из этой инвестиции или срочно продать квартиру? И нужно ли вообще давать дисконт покупателю, есть ли у вас такая ситуация? В этом видео я отвечу на самый популярный вопрос. Как продать новостройку с ипотечным долгом, особенно если вы покупали с целью инвестиций и хотите выйти без потери доходности? С вами Зубик Виктор, канал Smarrant про недвижимость. Давайте поговорим про ипотеку. Поехали! Первое. Я вначале скажу, что мы говорим про новостройки, которые строятся в данный момент, и у вас нет еще права собственности. Либо даже застройщик ввел в эксплуатацию, но у вас еще нет на документах зарегистрировано право собственности из Росреестра и нет еще кадастрового номера. Потому что если мы говорим про готовую квартиру уже по договору купли-продажи, которую вы продаете, то любой банк позволяет вам данную квартиру перепродать другому человеку в ипотеку этого же банка. Ну, условно, если у вас ВТБ, значит, он должен обязательно с ВТБ купить. Либо, соответственно, продать за наличные. Это делается в стандартной простой процедуре. Мы же поговорим про случай как раз таки инвестиций, когда вы зашли с небольшим капиталом, взяли квартиру у застройщика с использованием ипотеки, зачастую с использованием льготной ипотеки, и хотите ее перепродать другому конечнику, либо инвестору. Потому что вы хотите освободить свои деньги или, соответственно, эти деньги реинвестировать в другой проект. Первое. С чего нужно начать? Это нужно позвонить в банк и уточнить у банка, разрешают ли они уступку право требования по вашей квартире с ипотечным долгом до ее погашения. Что такое уступка? То есть вы продаете не квартиру, а у вас был договор ДДУ, договор долевого участия, и вы уступаете данный договор долевого участия покупателю. Поэтому называется уступка право требования. Договор уступки право требования. И многие банки, на самом деле, не разрешают продавать ипотечную квартиру с долгом другому покупателю в ипотеку, либо за наличные. И сейчас, например, основной банк, который разрешает это делать, это ВТБ. Делать это он не просто, но в любом случае это можно сделать. Сейчас я расскажу. Есть и другие банки. Про связь банк, вроде Сбервиол. Я расскажу про то, как это происходит, например, у ВТБ, на примере основного банка, потому что у многих как раз таки ипотека в ВТБ. Первое. Вы звоните в банк и говорите, я хочу продать квартиру, у меня есть покупатель. Он будет покупать мою квартиру, а, в ипотеку, б, он будет покупать за наличные. Это очень важное требование. И самое важное, ваш покупатель, если он покупает в ипотеку, он должен тоже взять ипотеку в ВТБ банки. Дальше вы приходите физически в банк, пишете заявление, указываете эти требования. Банк рассматривает вашу заявку. Это везде так. Рассматривает заявку. После этого он дает одобрение и назначает дату сделки. И зачастую банк назначает дату сделки через неделю, а через две недели, три, либо через месяц. Как я понимаю, они хотят больше заработать на вашей ипотечной квартире. Либо, как они оправдывают, что у них очень большая очередь, загрузка. Может быть так, но откройте дополнительный офис. Дальше. Все документы регистрируют регистраторы. То есть банк берет за вас деньги. Например, ВТБ берет 25 тысяч рублей за проведение самой сделки и 24 тысячи рублей берут еще регистраторы. То есть для регистрации банк нанимает отдельно компанию. То есть это партнерская компания, зачастую она сидит в этом же банке. И это регистраторы, которые готовят документы по всей сделке. Банк хочет быть уверен, что это будет безопасная сделка. Он так ее называет. И поэтому он хочет, чтобы его партнеры сделали документы, а не вы сами с покупателем провели эту сделку. В этом случае он готовит договор уступки права требования. И обязательно должна быть полная стоимость по договору. Там все ваши договоренности вне суммы договора, они происходят у вас вместе с покупателем. Банка это вообще не интересует. Его интересует полная стоимость по договору, по которому вы продаете данный объект. После этого вы приходите в назначенный день в банке. И ваш покупатель с наличными. То есть наличные он кидает на свой счет. И, соответственно, банк дальше эти деньги забирает на свой аккредитивный счет. Вы подписываете все документы. Регистраторы забирают эти документы, несут их в Росреестр на регистрацию напрямую. Не в МФЦ, а напрямую в Росреестр. Дальше, когда документы зарегистрированы, регистраторы забирают эти документы и привозят их в банк. И в этот момент банк забирает из суммы договора сумму долга по ипотеке. То есть он самостоятельно это делает. Он забирает эту сумму. И после того, как он снял эту сумму, дальше он уже сообщает вам о том, что вы можете прийти в банк и получить свою сумму. То есть вы потом на следующий день или какой-то день приходите и уже банк с аккредитива с того счета переводит вам эти деньги на ваш расчетный счет, для того, чтобы вы могли ими воспользоваться. И только в этот момент, получается, снимается обременение по квартире. Но при этом ваш покупатель не отдавал вам наличные. Ваш покупатель получил там безопасную сделку и, соответственно, зарегистрирует квартиру на него. Ничего сложного абсолютно нет. То есть если коротко, то вы записываетесь в банке, банк проводит сделку в назначенный день, забирает все документы, несет в Росреестр. Росреестр регистрирует банк, забирает эти документы с помощью регистраторов, забирает из суммы платежа сумму долга и перечисляет вам остаток. Бинго! И деньги у вас на счету, и, соответственно, нет никакого ипотечного обременения. Но бывает более сложная ситуация, когда, например, банк не разрешает уступ к правотребованию залоговой квартире. Разберем это на примере банка Открытия, например. То есть Открытие не разрешает проводить такую безопасную сделку. У них нет в данном случае такой услуги. И вам нужно сначала загасить долг по ипотеке, а это зачастую не 500 тысяч рублей, а часто бывает там 3-4 миллиона, в 5 миллионов рублей. И после этого вы можете только выходить на сделку с погашенным уже долгом. Нужна справка документ от банка о том, что долг погашен. И тут, опять же, несколько вариантов. Первый вариант. Вы вкладываете свои деньги свободные, если они есть, либо, соответственно, берете, например, некоторые берут потреб, банк дает потреб, соответственно, вы гасите долг и выходите на сделку. В этом случае есть риск, что ваш покупатель сольется, и у вас останется долг по потребу. Но здесь нужно сравнивать ставки, смотреть, насколько ликвидны у вас квартиры. И есть еще второй вариант, когда, в основном, самый популярный, когда покупатель дает вам задаток на сумму долга. То есть вы подписываете с ним соглашение о задатке, например, долг 1,5 либо 2 миллиона рублей, и он перечисляет вам эти деньги на ваш расчетный счет по соглашению задатка. И вы либо делаете договор задатка и указываете сумму, и, соответственно, заранее тоже делаете договор уступки права требования, в котором указано, что сумма аванса, например, составляет 2 миллиона рублей. И я чаще бывает рекомендую задаток, потому что в этом случае, если покупатель откажется от сделки, то ему придется вернуть двойной задаток. То есть вы дали 2 миллиона рублей, ему нужно вернуть 4 миллиона рублей, чтобы он никуда не делся, потому что иначе вы по авансу, например, дали бы 2 миллиона. Он такой, слушайте, у меня квартира без обременения, у меня тут есть покупатель, поэтому давайте-ка вы на 300 тысяч дороже покупаете мою квартиру. Поэтому, чтобы этого не было, обязательно делайте задаток, чтобы это прописано. Были прописаны штрафы, 2x именно двойная сумма возврата, и я бы заранее это все еще прописал и подписал в договоре уступки права требования. Это нормальная сделка, единственное самое сложное, что вам нужно найти реально покупателя, который готов купить квартиру за наличные, потому что провести из ипотеки в ипотеку практически не получится. Ну, либо у покупателя должна быть небольшая сумма ипотеки, либо, наоборот, у вас небольшая сумма долга. То есть, например, если вы продаете квартиру за 10 миллионов, и покупатель, и у вас долг, например, 2 миллиона всего по ипотеке, 8 оплачено, то покупатель, например, ее хочет купить тоже в ипотеку, у покупателя, например, есть 4 миллиона наличными, 6 ипотеки берет. Он, соответственно, 2 миллиона оплачивает вот эту сумму, и, соответственно, 2 миллиона, как и по нему, идут в первоначальный взнос его там ипотеки. Но зачастую именно такие сделки проводятся именно с покупателями, у которых именно наличные. В этом случае зачастую вы даете небольшой дисконт потому что ваш покупатель гасит долг и у вас не так много вариантов вас не так много покупателей готовы купить квартиру с обременением по такой рискованной сделке поэтому я перед тем как инвестировать недвижимость и вообще брать ипотеку я рекомендую уточнить у банка позволяет ли он провести безопасную сделку чтобы вы продали квартиру с ипотечным долгом и уже после этого выход на сделку важное уточнение говорить именно про строящееся жилье что вас нет права собственности и у вас не дкп договор купли-продажи а договор уступки права требования физическому лицу в ипотеку либо в наличные это важные моменты которые стоит учитывать потому что если вы это не прочитайте и не будете учитывать то возможно ваша инвестиция окажется убыточной либо вы не заработаете столько денег сколько планировали придется покупателю дать дисконт либо если вы не знали эту информацию то просто покупатель на вас надавит и скажешь слушаю у тебя долговая квартира поэтому давай-ка мне скидку такие ну да у меня долговая квартира поэтому вот себе скидка не ведитесь на эти манипуляции ну а если вы покупаете то используйте эти манипуляции вот поэтому это была очень важная полезная информация надеюсь в коротком формате она получилась доступной и понятной если что-то непонятно какие-то вопросы оставляйте их в комментариях будем обсуждать либо обсуждать на наших прямых трансляциях которые мы проводим каждое воскресенье в 21.00 ну а с вами был зубик виктор канал смартфон по недвижимость обязательно подписывайтесь чтобы не потерять такой ценный канал ставьте лайки и комментарии ну и инвестируйте недвижимость с умом всем спасибо пока